Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 8 том, вопрос 2064. Как святые относились к музыке? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Удивляет то, что самая читаемая у православных книга Псалтырь прославляет Бога на различных музыкальных инструментах. Псалом, 80-й, 3-й стих. Возьмите Псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли Псалтырью. А как до дела дойдет, так каждый кимвал и свирель толкуют только аллегорически, судят католиков, у которых такое прекрасное органное оформление богослужений. Музыкой пользовались и пророки, и на небе эти гусли показаны. Но монахи шума камыша боялись, а трубный звук рога, игра на Псалтыре музыкальной их, может шокировать. Монахи не должны любить музыку, они должны любить только молчание и тишину. 4-е царство, 3-я глава, 15-й стих. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Элисея. Феодосий Печерский, 3-е мая, кавычки открытые. В одной из таких посещений преподобный встретил у князя музыкантов, игравших на разных инструментах. Все веселились. Долго преподобный, потупив глаза, молча сидел подле князя. Потом сказал, будет ли так на том свете. Умиленный князь проследился и велел точно прекратить музыку играющей. И с тех пор, когда преподобному приходилось заставать музыку во дворце, князь, узнав о приходе блаженного, тотчас же приказывал прекратить ее, кавычки закрытые. Тишина и музыка. Как их соединить? Обнявшихся и любящих увидеть. Осталась ли связующая нить Таинственных, божественных наитий? Божественных наитий мудрецов. Слагавших гимны властелину света. В раздумьях о невидимом, свое закрыв лицо, они касались солнечных сонетов. С солнечных сонетов от первозданных лет Персты ниднейших звуков приобщились. В рокоте громов поэт ступал в куплет. Последняя строка уже слезой кропилась. Строка слезой кропилась и молитвой, Зажар стиха и поэтичных слогов. Летящую орлом, ползущей улиткой, Беспомощность дитя, сосущего из рога. Дитя сосущего из рога продолжение, В рыдании с природой спит в обнимку. Увидеть, осознать, прославить прислужение. За птиц, зверей, созвездия травинки. Зверей, созвездия травинки поутру, И щебетания птиц, еще уставших. Все от Творца, пославшим нам труд, Слагать стихи для музыкантов наших. Для музыкантов наших зарубить, На память, что есть музыка и бредни. Не кандалами с силой в бубен бить, Шабаш нечистой силы, колдуны и ведьмы. Через транзистор телевизор скачут. Развод покоя с музыкой так вреден. И новый брак с вопящими тем паче. 22.09.2001 года. Игла. Игнатий Лапкин. Игнатия Лапкин. Игнатий Лапкин. Продолжение следует. Игнатий Лапкин.